Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Грузию! Sid Mers Civilization 6 против живых игроков, кстати, никто из них не умер во время прохождения. Как человек, а не как цивилизация, конечно же. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикреплённом комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Там же, в этом плейлисте, спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. И ничего не происходит. Просто полоска вон на ноле так осталась. Да, у меня тоже самое. Кстати. Может, она через некоторое время какое-то начинается? Может. Слушайте, а может, мы, типа, если отключили города-государства, то они, в принципе, не могут в них вырасти? Я тоже. Я что-то подумал вот об этом. А, ну, тут же стоит максимум 0 городов-государств. Видимо, они не апаются. Алексей, вот если тут город я поставлю, мы уместимся? Да. А было, наверное, хотя бы один поставить. Ну, ничего-то подстава. Ну, давайте, пацан, посмотрим, может. Типа просто облагалась, или так должно быть. Да ладно, чистим. Без гребеж. Ну, блин, я уже, я уже мог поменять, блин. Что-то я как-то пропустил. Мне надо на поселенца поставить. Поэтому буду сидеть. Да, два хода. Давайте, наверное, мистицизм открою. Два хода. Потом пойдем в политическую и философию, и потом в теологию. Надо карточку на поселенца поставить. Иначе вообще у меня стоят. Пойдем этого Египет исследуем. А этим... Да даже так пойду. Так, тут надо уже отходить потихоньку. Ну, написано. Плюс 15 науки, на показан значок культура. Это если ты про пряность, то не верь глазам своим. Правильно, культура он будет давать. Про пряность я знаю, а мне написано ркульть. Плюс 15% науке. Ну, значок культура. Ртуть будет науку давать. Сейчас собака бывает. Так. Да, потихоньку. Пойду, наверное, я начну уже посила делать. Погибло юнитов один. Ну, это ж, наверное, не мой погиб. У меня вроде там не было никаких юнитов. Так, пингало в Тбилиси. Видно, только что Египет прокачал пингалу на науку. Играем без пути на большой бассейн построил. Ой, блин, опять извержение. Очень болючее произошло. Так, ставим, значит, плюс 5 против варваров и посилы. Понеслась. Ну, это хорошее место, мне нравится. Особенно, когда мы тут поставим... Так, блин, у меня это в Руставе-то надо религию разнести. Так-то оно не будет работать. То есть мне тут священное место стоило бы... Ну, святилище. Святилище я не могу разнести религию. Не могу купить миссионера без святилища. Здесь 19 ходов своим ходом. Ну, тут придется следующее святилище делать. То есть я, как бы, грубо говоря, зря строю священное... То есть я-то строю не ради религии, а ради производства, в первую очередь. Блин, мне еще и рабочие нужны. Потому что нету ни одного счастья. Видите, минусы у меня по довольству. То есть и хлопок не обработан нифига. Надо хлопок и благовоние обрабатывать. Так, вот я деньги, наверное, поспешил. Пока мне бы сейчас водяную мельницу, на самом деле, построить. Потому что очень много вот здесь у меня пшеницы. Слушай, только смотри. Смотри, ты будешь, видимо, кампус вот там сверху ставить, где камень, да? Кто я? Да. Ну, просто тут еще город у меня дотягивается. Ну, то есть я был бы против, если ты вот сюда кампус будешь ставить. Я покажу. Вот. Не, не буду. У меня там еще есть гетер, мало как кампус, нормально. Че, примешь, дружбу? Ну, кинь еще раз, я закрыл. Политическую философию и восприятие отхвать больно. Кино. Так. Ой, блин. Управление долбанное. Так, что у нас тут стоит? Поселен... Ну, давайте я поселенца тут тоже буду строить. Семь ходов, но... Оно нормально. Хм, тогда, может, тогда этого поселенца сюда, а этого сюда. То есть оно пока тут идти будет, тут уже построится. Так, сначала светилище. Блин, я просто жалко, что я купил эту клятку. Я думал деньги накопить, рабочего купить. А, ну, вон как произошло. Да, этого, наверное, сюда тогда поведу. Тут еще где-то город надо будет ставить тут. Не знаю, не хочется на этом озере в тундре. Ну, хотя с другой стороны... Да нет, там как-то мало, мало всего. Уж тут лучше Руставе это все оставить и все. Так, обстреливают. Так, обстреливают. Еще из-за... О-о-о-о-о. Пять пищи, одна наука и производство. О-о-о-о. Конечно, мне... Тут можно ничего не ставить, конечно. Правда, тут вот кампус на плюс три. Ну, это просто такие извержения офигительные. Да, слушайте, рабочих не хватает. То есть, это вот кайф в том, что у тебя классные клетки, которые тебе не надо обрабатывать даже. Можно сказать, что... Три раза чихнуло. У тебя аллергия на циву, да? От геотермальных и от вулканической местности был бы Пантеон, но он бы тогда производство не давал от священных мест. Ну, тут как обстреливает. Так, следующим ходом покупаем миссионеры. Наверное, я продолжу тут сразу посела. Ну, не выход в золотой век. Отсутствие возможности покупать поселов заставляет нас строить их. К сожалению. Линию открытые границы. Я, наверное, тут уже не буду копить деньги. Я поставлю город, тапну... О, слушайте, надо. Француз, это ты там лагерь бьешь, этот серую крысу? Я. Я тебе помогу следующим ходом. Ну, то есть, я могу его добить, а ты потом зайдешь и уничтожишь или как ты там хочешь. Можешь собирать, нет? Я это буду долго делать, мне надо будет через речку перейти. Это хода три как минимум. А у меня там... у меня там никого нету. Ну, без ускорения. Что тут? Я все и даже счастье еще не могу. Урожайность у трех клеток повышена. Ну, я окей. Так, идем минус. Тут. Смотрим. Ставим. Да, счастья мало. Ух ты, а у них тут бессмертные, ничего себе. Да, тут, конечно, Петра была бы очень хороша. Значит, все-таки не у Египта, видите, пустыня. Батумия, Роспроизводство. Нет, ну нафиг. Конечно же. А кто говорил, что нельзя апать юнитов, которые на нем у варваров? Я говорил. Можно. Ясно. Значит, всадники не апаются. Я показываю, что можно апнуть. Не знаю, мне показано, что можно его апнуть. А я вот сейчас не понял. Я откупился от варваров. И следующим же ходом они забирают моих рабочих. По-моему, они как бы тебя облапошили, скажем так. Ну, прискорбно. Очень. Стоимость покупки клеток. О, я чьи-то границы вижу. Пойдет так. Мой скаут шел 30 клеток, чтобы тебя увидеть. И не меняя маршрута по прямой. Нужно, наверное, сначала Батумия. Не, Батумия, наверное, сам. Надо врусставить. Все. Вот там вот тут чуди. Не хочу апать, честно говоря. Ладно. Просто постою. Тут пока полечимся. Это кто будет убить-то? Мне бы какой-нибудь чудо доведет пос... Талаганно. Блин, че-то поперся. Ну, это бред. Взял, убил меня. А, подожди. У меня есть пофиля. Я просто их не заметил. Так, лечимся. Ну, ладно. Слушайте, ну я этим, наверное, послом... Послом... Поселенцам сюда пойду. Кстати, подумаем. Грузия, здравствуйте. О, Китай. Здорово. Ого, у тебя тут сахара. Неизвестная цивилизация подкупила клан Серая Крыса, чтобы он напал на вас. Вообще непонятно было, кто. Да, вот про этот сахар я и говорил. Пять штук рядом, ты видишь? Ну да. Сахара на карте очень много. У меня попа слипнется просто, блядь. Это только беспокоит. Ну, я пока шел, еще трин видел. Ну, я пока шел, еще трин видел. Между городом Египетом. А я больше хороших клеток. Да, я, наверное, сюда прям на хлопок. Буду бахать. Кто-то заплатил деньги этому клану, он как-то очень странно на меня нападает, уходя в другую сторону куда-то. Да, без защиты вообще иду. Не, это производство появилось. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну что, может, а рапула какого-нибудь? Не, давайте строителя. А потом торговца и отправим к Египту. Египет же чем хорош? К нему караваны вкусные. Я и забыл. Прячем в городе. Франции 23. Но он кампус построил. Что надо сказать по кампусам? Неизвестный игрок 4. Китай 1 поставил. Француз 2. Либо с библиотекой просто. Ну такое, я в один раз говорю, что спешить с кампусами в начале игры не стоит. О, бессмертная. Ой. А я думал, у меня добежит сюда. Так, ну я думал, что я, пожалуй, все-таки распространю в Батуми и в Новый Город. В Новый Город? Все ушли. Так. Отсюда мы идем сюда ставить. Короче, я так понял, что клан богобешками превратится. Нужно его уничтожать. Да, похоже на то. Ладно, немного не умелся. А жаль, было бы прикольно. Да, было бы интересно. Есть. Так, и здесь поселение. Не, ну тут пирамиды точно нет. Я просто думаю, что вот здесь было бы прикольно политический район поставить. А, ну давайте, наверное... Блин, прям и поэзия. Хочется строителя с карточкой строить, а нету... Я тут поселенцев поставил. Не, ну нужен строитель все равно. Блин, нужны строители. Да, ёперный бабай. Ну по какого хера ты там встал? Блин, а как сделать, чтобы он оттуда... Например, вот так, видимо. Значит, он будет просто стоя там нас атаковать, понимаете? Единим. Да, ё-моё, еще этот сюда становится. Именно. Какой-то прикол просто по... по... троллингу. Все, не могу это ничего обротить, что у меня захватит. Отстэк продеваем. Китаец, давайте только своим скаутом... А, не, хотя... Не, мне все равно, ладно. Заходишь, можешь идти. Блин, у француза тут залежи шоколада 5 штук. Какие-то интересные, конечно. Да, и карта сама очень интересная. Баржерские гипосписты, что? Да, да. Она твоя... Меня кто-то подкупил? Это... Чтобы он напал на меня? Нет, их кто-то подкупил, чтобы они напали на меня. Ну, они почему-то твой караван лупят. Он тут все равно встает. Ну, ты что? Бой-то гарнесси разлупит. Франция, предложение. Посмотрим просто, сколько будет. Две еды, три. Нормально. Но не сейчас. Так, ждем. Франция, я же тебе сейчас направо прохода кинул предложение. Нет, ты мне дал 100 золотых. Да, да, направо. А почему у меня не открылись границы? Странно. Я вообще не вижу твоих юнитов рядом с моими городами границами. Господи, ты египец. Ухарян. Так, что-то я туплю. Египец. Давайте, наверное... Я вообще тут ничего не ускоряю почему-то. Давайте пока строительство. Египет, предложение. Разграбил твой караван Египет этот, тварь. Да. Египет, а что ты просил без прикрытия? Оставил. Ну, я бы тебе заплатил, но у меня сейчас нет денег. Да ладно, я добрый. Пусть бенбей. Ну, я, видимо, тут надо заселяться. Смотрите, еще пустыня, раз у меня. Священные места на пустыне, которые еще и произошли. У нас вообще в древе жабермудский треугольник. Это, видимо, надо где-то... А вообще вот сюда прям влезет город. Так ведь? Да. Да, поставим. Алексей, этот миссионер меня обращать идет? Нет. Если ты не видишь, у меня там поселенец стоит, который не может на то место встать, которое хочет. Город не могу поставить. В общем, ладно, может, тогда не мучиться, я вот сюда поставлю и нормально поставить город уже. Не выделываться. А то это реально очень долго будет. Нету смысла ждать. Это же каждый ход, понимаете, ресурсы. О, друзья. Бразилия еще радио не открыл, да, я так понимаю. Ну, Бразил там кампуса хороший. С рифами и с джунглями. Чунга-чанга получает. На, чай, все же на отшибе. Че-че-че-че, там, там, какие-то страны. Тут я точно начну. Ну, хотя бы через веру, через трудовую, там, священки. Привет, Кельтай. Привет. Да, я считаю, тут правительственная должна быть. Кстати, треугольничек. Я поставлю ферму. Там прикольный треугольничек должен организоваться. Давайте, наверное, наверх пойду. 40 монет клетку купить. Одну, только одну руинку нашел. Нормально. Так, ну, я не... Или вообще попробовать кого-нибудь поближе попросить. Бразильца, например. Бразильца, дам, 12. Можно отдавать? Да? А дай тогда соточку. Нет. Соточку. Димите. Тупо у меня вот стоят карточка и на варваров и на производство юнитов. Че это такое? Не, ну, вот точно эти варварские кланы, они стопудово больше юнитов генерят, чем обычные лагеря. да, 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 я тут тоже заметил. Куплены не подпишешь, пришел в мою столицу. Так, давайте с бразильцем торгуем бразильцем предложения. Имеет ли мне смысл их ремонтировать? Я-то не собираюсь, вроде. Пойдем. Зугдиди обратим. Так. Слушайте, я бы пока остановился с расселением. Давайте амбар. тут стопудово ставим соседство священного места и строителей, пожалуй. Так, против варваров содержание юнитов я хочу каких-нибудь построить? Наверное, нет. Наверное, нет. Слушайте, а может мне сменить вообще правительство на античное? Оно у меня нету районов. Может на автократию и чудеса строить? Давайте. Так. Так. Это вообще, кстати, кстати, это бесполезно, потому что у нас нету городов-государств. Ну, я это поставил для того, чтобы был процент к чудесам, и я бы оракул, наверное, попробовал. Я висячие сады тоже неплохо. Давайте висячие сады после амбара. Блин, еще минус караван. Франция, предложение. ПОДПИШИСЬ! 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 Мне бы в зубдиде на самом деле производство где-нибудь еще поднять, организовать. Так, ну пойдем по логовонье обработаю. Тут я не успею ничего сделать, я думаю, каравану хана там. Не успею я там добежать, убить этого прачника. Кстати, вот тут храма, а или он на ровном только может быть. Так, слушайте, а чего я к Петру не иду никак? Мне Петра нужна. Да, разграбил тварь. Вот же ж. О боже. Блин. Что-то я расхотел вообще гулять. Так, промышленное производство благовоний точно в Руставе надо делать. Ну тут еще и сахар, но сахар, очевидно, вот в этом городе, который тут станет. В Тбилиси, значит, хлопок. У нас по религиям не нравится протестантизм Франции. Да, кстати, бесполезные вообще. О, Зубдиди сам обратился. Ну пойду в Булоне обращусь, чтоб уже точно в Золотой век выйти. Или этот обратить, мой новый город. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно выйдет завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.